В оздоровительных центрах «Салют» и «Ласточка» начинается пора отдыха, стартует первая смена. В прошлом году из-за пандемии загородные лагеря были закрыты, поэтому желающих приобрести путевки на этот раз оказалось очень много. К примеру, в «Ласточке» оздоровлять будут более 300 школьников в каждую смену. Загруженность лагерей неполная – 75% с учетом коронавирусных ограничений. Весь персонал тоже проверен на ковид. Порядка 75 человек прошли уже тест на ковид. И, соответственно, тоже прошли медицинскую комиссию, какой положен для детских оздоровительных лагерей. То есть все готовы. В межсезонье в лагерях приводили в порядок домики, спортивные площадки, санитарные комнаты. Перед стартом оздоровительного сезона были проведены все необходимые экспертизы и получены разрешительные документы по пожарной безопасности, воде, электрике. Сегодня в «Ласточку» прибыл еще один эксперт. Из Саратова приедет с ГУМЧС Саратовской области обследовать водолаз. Как только это обследуется, ГИМС дает заключение. Когда придет в соответствии погодных условий, то есть температурный режим как воздуха, так и воды, дети будут купаться. Немаловажный момент – питание детей. Столовую полностью подготовили к открытию смены. Вычистили после двухлетнего простоя, проверили все оборудование. На склады завезены продукты для приготовления блюд. Обеспечивать питание почти 400 человек будут 20 работников кабинета «Большая перемена». Восемь поваров, восемь кухонных, грузчик и завпроизводством, и завскладом. Раньше дети сами дежурили по столовой, помогали накрывать столы и убирать тарелки после приема пищи. Сейчас этого делать не придется. У нас тут вожатые есть, которые помогают детям. У нас наши сотрудники помогаем, накрываем. Дети, конечно, приезжают сюда отдыхать только. Полегче придется и сотрудникам столовой. Часть работы на себя взял комбинат «Большая перемена». На производстве будут проводить подготовку овощей и мясной продукции, что сэкономит поварам время и силы. Детей много, пятиразовое питание, объем большой. Вставать нужно было очень рано, подготовить, начистить овощи, замесить тесто, поставить. Трудоемкая работа. В этом году в этой части, конечно, будет полегче сотрудникам. Мясные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, овощи в очищенном, вакуумированном виде уже будут поступать, соответственно, и на пищеблоки лагерей. Это «Ласточка» в Балаковском районе и лагерь «Салют». Так что питаться дети всю смену будут правильно, а вот побаловать их вкусняшками и так называемой запрещенкой у родителей вряд ли получится. Пока действуют коронавирусные ограничения, лагеря будут работать в режиме обсервации. Никого не впускать, никого не выпускать. Передачки примут только на пропускном пункте и в очень крайних случаях, если там документы или, к примеру, забытая одежда. И, конечно, любые свидания пока под запретом.